Всем привет, вы на канале Crypto Commons и кто еще, как не Гринни, расскажет вам лучше про желтые точки на сайфере. Нравится такой контент? Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и поехали. Начнем мы сегодня не с биткоина и даже не с дэша, начнем мы с NASDAQ. Начнем мы с NASDAQ, который валится, если приблизиться на часовик, все там говорят вот, посмотри какой паттерн, ничего не напоминает, все ждут отскок и вот он в принципе происходит отскок и вот она желтая точка и не одна, как вы видите на часовике они не особо работают, потому что он все падение вам будет сигналить, что это относительное дно. Не особо они работают и я вам скажу так, отдалитесь. Все, кто думает, что это конец коррекции по фонде, отдалитесь. Да, это может быть конечно вот такой вот bump and run искривленный, но в целом я вам так скажу, я кто меня смотрит давно, я жду глобальный медвежий рынок по фонде уже приличное время. Я не говорю, что он прямо сейчас произойдет, но посмотрите, вот эта вот писюлька так всех напугала, хотя мы на самом деле выше, чем были еще несколько месяцев назад и гораздо выше, чем были здесь и вот куда мы падали в момент коронадампа. Поэтому фондовый рынок, ребята, пока еще особо даже еще не откорректировался. Посмотрите, какой здесь был замес. Поэтому смотрим на сиплый, смотрим на сиплый и что мы здесь видим? То, что он даже еще меньше откорректировался в моменте, чем NASDAQ. То есть реально на недельном таймфрейме тут просто как бы устойчивейший аптренд. И скорее всего обычно это все заканчивается вот такими шпильками. Редко, когда это вот так вот заканчивается. Но что здесь интересно на макро-таймфрейме, что обратите внимание, 2009 год, конец кризиса, лучшая точка для входа в сиплый. Кстати, тогда же и появился биткоин. Обратите внимание, на недельном таймфрейме желтая точка на сайфере. Лучшее место для покупки сиплого. Желтая точка на сайфере на недельном таймфрейме, именно на китайском сайфере, обзор которого сейчас у вас появится сверху, посмотрите обязательно, как им пользоваться. Желтая точка на китайском сайфере, это просто бомба сигнал на недельном таймфрейме на свечах хайка-наши. Я вам тут фигни рассказывать не буду, ребят. Свечи хайка-наши обязательно включайте, потому что на обычных свечах ее нету. Видите, зеленая точка обычная. Свечи хайка-наши, недельный таймфрейм, желтые точки. Давайте посмотрим, как они отрабатывают. Вы охренеете, как они отрабатывают, друзья мои. Лучшая точка для входа в сиплый, желтая точка на сайфере. Смотрим дальше, назад в истории. Вот лучшая точка для входа в сиплый в 1982 году, желтая точка на сайфере. Так что, друзья, вы можете ржать, вы можете хейтить, троллить. Это ваше право. Мне-то с этого жарко, не холодно. Но те, кто хочет зарабатывать, видят закономерности, могут сами из этого что-то извлечь. Естественно, ни одна из таких точек нам не гарантирует 100% успех. Но, как вы видите из истории, 99% успех они гарантируют. И к чему я хочу подвести, что DashBTC, друзья мои, год назад, без малого, отсигналил нам такую желтую точку. Ровно год назад уже практически. Вот она. DashBTC не сигналил нам такую желтую точку очень давно. В алгоритмической шкале мы видим, что у нас здесь есть аптренд. И плюс-минус вот такой вот канал мы можем натянуть, грубо примерно, по DashBTC. Соответственно, мы сейчас находимся внизу этого канала накопления. Конечно, у него очень мало точек соприкосновения, но спекулятивно, когда Dash начнут пампить, то у него цели вот X100 к биткоину, если что. По аналогии с Doge и со всем остальным. Но, естественно, ребят, дисклеймер, не финансовый совет. Просто я обратил ваше внимание на эту желтую точку на сайфере еще раз. О ней у нас было видео. Теперь локальная картина. Четырехчасовик, линейная шкала. Dash, как мы видим, неплохо пампится. На этом отскоке лучше, чем эфир и биткоин. О чем свидетельствует, собственно, график Dash к биткоину. Потому что если бы он хуже пампился или также пампился, он бы стоял на месте. Но он отскакивает лучше, что не может не радовать. Dash к доллару тоже мы видим неплохой отскок на четырехчасовике. Вот эти точки тоже отрабатывают желтые, как вы видите. Но их тут три. И они нам сигналят о том, что это, в принципе, с высокой долей вероятности абсолютное дно. Вот. Поэтому те, кто не верит, вставайте в шорт скорее. Вы нам нужны для топлива. Вот. Поэтому да, здесь, в принципе, все хорошо. Единственное, что биток опаздывает с эфиром за этой всей конструкцией Dash. Но и по битку, обратите внимание, на четырехчасовике тоже вырисовалась желтая точка на вот этом проливе. На вот этом вот проливе. И очень хороший дивер. Поэтому вопрос времени, пока биток отстрельнет. Как и эфирчик, собственно. Мы видим, что мы очень хорошо удержали вот эту поддержку и по эфиру, и по битку. Ниже сорока тысяч не получилось надолго задампить биткоин, как и ниже трех тысяч эфир. Сразу откупили все. Поэтому картина в целом не меняется, ребята. Картина бычая. Все рынки, я думаю, что даже фондовый рынок и нефть тоже, посмотрите, как прет. Опять же, после желтой точки на сайфере вот здесь. Поэтому, я думаю, все рынки еще загонят на такой тузамун, что все просто охренеют. У всех начнется фома, жадность. И когда биток сделает свой финальный рывок вот сюда, куда-нибудь, вот тут начнется такой замес, такая неразбериха. Все начнут впрыгивать снова в крипту и говорят, что она никогда не упадет. И вот в тот самый момент она начнет падать, ребята, по закону тяготения и по закону, по правилу дурака. До тех пор, пока сейчас все сомневаются и говорят, что мы будем падать, и рынок медвежий, как сейчас, никуда она не упадет, ребята. Запомните это. Когда вокруг страх, паника, и все продают и говорят, что это не будет расти, это отрастает. Такой же страх был вот здесь, такой же страх был вот здесь. И этого сейчас всего даже не видно на линейной шкале. Ну, на логарифмической видно, конечно. Вот здесь был такой же страх после коронодампа. Вот здесь был такой же страх. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Как и вот сейчас вот здесь и вот здесь. у нас на самом деле очень похожие для тех кто верит в bullrun вот у нас есть две коррекции как вот здесь повышающиеся пики и минимумы да вот у нас были два таких и сейчас тоже очень похоже повышающиеся пики и минимумы и по идее вот мы дальше устремляемся наверх вот такое видение сегодня по рынку локальными коррекциями меня не испугать надеюсь что у вас тоже если вам нравится крипто контент ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был гринит канал крипто комманс рынок очень просто устроен если его не усложнять так что как всегда это друзья все ссылочки в описании лучшие биржи наш телеграм-канал хорошие обменники рабочие кошельки и все остальное полезные видосы ну и всем профит роли до следующей встречи пока а